И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем с вами проходить стил лайф. Как помните, добрались мы до этой обители порока, и в общем-то дверь прям как бы намекает всем своим видом, что нам нужно за неё. Ну, естественно, просто так нас не пустят. Замок и подсказка. В моей памяти ты найдёшь источник страдания, скрепившего связующие нас узы. Ну и нам нужно делать банальное, изучать картины, которые тут висят. Довольно забавно, как бы где-то тут же у нас получал свой массаж буквально недавно Вацлав, но при этом никого нет. То есть на неписи не расщедрились. Идеальная любовь. Жутковая-то, честно говоря, картина. Каждый раз, когда я на неё смотрю, кажется, что, знаете, ну как бы вот труселя, одежда, как будто бы у неё, знаете, кожа содрана. Как-то вот, не знаю, не очень. Может, мне кажется, что вы тут видите? Потому что у меня реально такое ощущение, что у неё вот здесь вот прям мясо. Ну, верёвки, вот это японское связывание, как оно там называется-то по-культурному. Всё равно как-то жутко. Борее радости. 3,5. Нужно, естественно, да, смотреть на цифры, которые имеются на картинах, и смотреть, что из этого подходит под нашу загадку. 3,6. Причём, заметьте, кстати, очень-очень любопытный кинжал. Запомните его вид. Ну и маска, естественно. Очень напоминает ту маску, в которой был убийца. Гвоздик мы тоже возьмём. Чёрная свадьба. Ну и, да, наш персонаж. И женщина очень-очень-очень-очень сильно похожа на Владана. Ну и свадьба. Связующие нас узы. Как не свадьба, да? 1,5. Запоминаем. 1,5. На кинжале было 3,6. В принципе, как источник страданий подходит. Так, и последняя картина. Напоминание 4,2. Ну, в моей памяти ты найдёшь источник страданий, который там нас связывает. 4,2, 3,6. 1,5. Всё просто. 4,2,3,6. 1,5. Сим-сим, откройся. Да, здесь ещё всё более богато. Давай поочерёдно, что ли. Ладно, у неё дырка, кстати, в ладони. Ну, в дырку гвоздь. Тайны, маска. Я думаю, всё понятно, да? Ну, змей, яблоко. Ну, и розу в зубы. Здесь всё, на самом деле, очень просто. Единственное, что здесь важна последовательность. И здесь лежит кусочек. Да-да. Грушки, яблочки. Причём грушки такие, как я люблю. Да и яблочки, в принципе, тоже. Яблочки, гала. Реклама. Отправляемся к Мие. Вообще, конечно, было бы странно, если, знаете, здесь ещё люди были, которые бы не обращали на меня внимания, например. Может быть, Вацлав был последним клиентом, после него там уже закрылось всё. Не знаю. Это что-то сомнительное, если честно. Ну, неважно. Так, кампус. А, подожди, мы же не войдём. Мы же не войдём. Мие же в галерею. У нас ключей-то нет. Не будем же мы дверь выбивать ей. Так, ну, ладненько. Ну, смотри, она вроде уже отлипла. Нормально. Она даже не спросила, зачем, почему. Ну, конечно. Ричард. Что-нибудь скажешь? Всё, приглядит за ней. Ну, по крайней мере, мы можем не переживать лишний раз. Здесь он печатает, а у него всё равно показываются картины на скринсейвере. Помните, вот этот скринсейвер со звёздами старых пика? Самый топовый, по-моему, был. Хотя некоторые ставили скринсейверы трубы, вот такие вот, не знаю, какие-то они уродливые были. У кого был скринсейвер трубы? Это же ужасно. Ребята, откликнитесь. О чём вы думали, когда ставили такое? У кого-то очень музло тихо играет. Смотри-ка. Да ладно. Вообще, как-то странно, что они вот так вот остались. Я понимаю, что дверь выбита. Мной. Но всё-таки. Ключи. Отлично, телепорт. Напоминает, кстати, знаете, переход между локациями, например, улицы в здание в Моравинде. Мгновенная просто. Так, берём яблоко. Ну и так просто всё не получится. Нужно всё-таки правильную последовательность учитывать. А для этого нужно посмотреть на бумажечку. Так. Не туда. Записка Мии. Давай скроемся под покровом, наедине с нашими тайными мыслями. Затем дай мне предмет своей страсти, и я покажу тебе, что такое соблазн. Готовься, поскольку наша страсть будет течь, как кровь течёт по жилам. И, наконец, ты будешь готов принять блаженную боль, которая откроет тебе новый мир. Ну, это, как бы, я думаю, всё понятно, да? Намёк. На последовательность втыканий. Кстати, надо соединить. У нас четыре предмета. В принципе, мы готовы. Я помню, мне так понравилась эта музыка, когда я первый раз играла, что я пыталась её как-то найти. Как-то узнать, что это за музыка. Тогда уже интернетик появился. Буквально вот когда... Это 2005-го игра, кажется, года. Соответственно... Да, тогда у меня интернет уже был. В 2004-м безлимитный у меня появился. Кстати, самое забавное, что у меня вот как был провайдер с 2004-го, так он у меня и есть. Его, конечно, перекупили потом. Но вот как шнур мне провели, как провайдер один раз ко мне, точнее, представители, пришли, и так, в общем-то, всё так и осталось. Господи, где мои фонари? Так что, вот. Беги. Чё так медленно-то? В общем, тогда уже можно было искать всякие интересные вещи в интернете. О, эти мгновения, знаете, когда ты перебиваешься сперва с этим интернетом, а потом у тебя появляется безлимиточка, и ты прям чувствуешь, как ты входишь в новую эпоху. Сейчас такого у детей уже нет. Даже жалко, знаете, что они не могут ощутить того же. Так, там были тайны, да? Вообще, они должны медленно как бы двигаться, но в этой версии что-то идёт не так. По-моему, последующее яблоко. Потом роза. Да это жуткая. Как они так устроены, что у них там двигается всё хорошо? Это жутковато. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну и моя любимая. Как будто бы кровь плящется. Интересно, кстати, что это? Просто воду для антуража. Какую-то красную марганцовку разбавили. Хотя марганцовка немножко не такого цвета, но неважно. Идея, что это вино. Ну, мне кажется, это было бы жеверно. Ну, собственно, вот. Боль, тайна, соблазн и... Что там у нас ещё-то было? И заметьте, кстати, Леди Боль, она очень похожа на Синтию. То есть они соответствовали своим образом. Мия у нас это соблазн. И даже если смотреть на статую, Мия, в принципе, на свою статую похожа. Ну и, соответственно. Синтия у нас кем там была-то? У неё была роза, значит, вот эта вот, да? Ну, в принципе, она тоже была частично похожа на свою статую. Соответствовали, короче. Играли по полной своей роли. Так, нам нужно туда. Да, нам нужно узнать... Ну, если кто-то не понимает, зачем мы сюда пришли, нам нужно узнать, кто посещает это место. Помимо... Помимо Вацлова. Тем более он говорил, что... Влиятельные люди. А помните, что нам говорил извозчик? Эм... Опасайтесь, мол, искать врагов среди влиятельных людей. Значит, хочешь... Пятнашки. Ненавижу пятнашки. В детстве ещё более-менее любила, но... Но... Этот коротковат. Часть ключа, остальное отсутствует. В общем, нужно посмотреть сюда. И повторить... Эту мозаику. В другой комнате. Я не очень люблю пятнашки в играх, потому что... То есть, если самой сидеть, что-то там ковыряться, это здорово. А вот... В играх это можно залипнуть. Ууу! Эй, это Боб. Баттери-оперативный бойфренд. Не знаю, что я знаю, что это для. Или ничего. Ещё что-нибудь? Эй, это Боб. Баттери-оперативный... Ладно, хорошо. Это непонятно. Причём, честно говоря, больше похоже на свечку какую-то. Причём уже, знаете, потёкшую. Ну ладно. Нормально, да? А ты не боишься, что здесь камеры могут быть? Так. Вот они, эти чёртовы пятнашки. О, господи. Так, ладно, сейчас разберёмся. Я уже, честно говоря, плохо помню. Чё, как, куда? Так, вот это внизу должно быть. Сейчас я что-то буду пытаться делать. Наверное. Не знаю, это уже чё-то не то идёт. Вот это где? Так, вот это как будто вот тут, кстати говоря. Вот это наверху, кстати. Ну-ка, давай-ка. Я помню эту хитрость пятнашечную. Вот так. Да, кстати, попадает. В центер мы поставим то, что мы взяли там. Ничего, нормально. Скилл, видать, за годами немножечко подкачался. Несмотря на то, что я в это не играла. Знаете, как оно бывает? Ты как бы делаешь, проходит несколько лет, и ты делаешь это лучше, даже если к этому не притрагивался. Это странная фигня. Не знаю, у вас так было когда-нибудь? Вот у меня было. Причём самое интересное, что у меня так было даже с рисованием. То есть я как бы рисовала-рисовала что-то, потом очень долго не рисовала. И как-то когда пришла, у меня хренок-хренок. Начало неплохо. Ну, как пришла? Начала опять что-то рисовать. У меня что-то как-то познания в анатомии как будто бы возросли. Это странная хрень. Слышишь, вот так вот порисуешь у бога, потом через десять лет будешь шедевры клепать. Было бы классно, да? Но мечты, мечты. Единственное, каждый раз туда кто-то лазит, чтобы посмотреть список через камин. Момент истины. Марк Аккерман? Марк Аккерман! Это Аккерман! 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 Вроде такой интеллигентный, да? Гасс Макферсон. Вежливый такой, культурный человек. Смотри, че могет. Красавчик. Так, блокнот. Глава 6. Ну да, проклятый скальник. Просто потрясающе. Сначала я думала, что он просто лентяй, потом он повел себя как настоящий подонок, а теперь я понимаю, почему он был так откровенен со мной, когда мы встретились впервые. Сукин сын проверял меня и искал подходящего дурачка, чтобы повесить на него преступление сына Аккермана. Но это мы еще посмотрим. Так, надо валить отсюда, пока он в себя не пришел, на самом деле. И чем быстрее, тем лучше. Кос! Госс! Кос! Кос! Что происходит? Вы выглядите как вы увидите хвост. А, есть еще один убийство. Где находится тело? Это на старом лаватуре. Но ты не можешь туда. Продолжение, который пошел туда, было лет назад. Слушайте, это будет последний раз я вас спросил. Но можешь мне сделать это? Я не имею время, сейчас. Время – это время. Не warn you, Скалник, сразу. Просто дай мне голову. Можешь мне сделать это? Хорошо, пять минут. Нет больше, нет меньше. Ну, вообще, он просто ему сказал то, что прощайте, мой друг. Я говорю, прощайте, мол, что это вдруг? Ох, что переводит. Прощай, Сташек. Или Стачек. Мне будет не хватать его. Всегда. Когда все было плохо, он пришел на помощь, не задавая никаких вопросов. Таких союзников, как он, найти непросто, а они дорогого стоят. Да, хороший мужик. Но мы выдвигаемся на мельничку. Интересно, а как они узнали об убийстве, то, что там есть труп, если туда не добраться и моста туда не идет? Нам нужно найти... Уда, мост разрушен, мельничка. Ну, не этот мост, но вы поняли. Нужно воспользоваться лодочкой. Помнится, она вроде как была здесь. Или нет? Или я что-то путаю? Где же она была? А, она, по-моему, на мосту. Не здесь, да, не здесь. Хотя, кстати, пойдем туда, сбегаем. Что там? Я уже не помню. А, нет, все правильно. Все, я правильно помню. Лодочка. Потому что там тоже мост. Поплыли. Это просто пловец от бога, газ. Нет, лодочка сейчас потонет. А как ты обратно будешь возвращаться? Не предусмотрительно как-то, да? Отлично. Все придется делать трудным путем, да? Видите, оно мокрое, склизкое, илистое уже покрытое. Вернее, покрытое илло. Просто там подвернуться. Подвернуться. Поскользнуться и сломать себе что-нибудь. Это запросто. Вниз головой лететь. Люк. Может быть. Аполлина. Ну, Марк воспроизводит свои картины. Не сложно догадаться. Убить меня вздумал, сволочь. Касс, дай ему по голове. Он меня убить хочет. Ну, касс-то ему, конечно, мало чего может сделать, потому что он непосредственно начальник, если он пойдет против него, еще как сообщника запечет. К тому же, кто знает, что ему там наплел? Он скажет, да он убийца, он тебя облапошил, ты жирный дебил, или еще что-нибудь. А он и поверит. Смерть Аполлины. Пожалуй, в кабинете у Скальника я хватил через край. Я удивилась, когда он открыл по мне огонь на поражение при свидетелях. С другой стороны, это логично. Если ты хочешь обвинить человека в убийстве, а он знает, кто на самом деле это сделал, проще повесить все на мертва. Мертвый спорить не станет. Опять же, да. Так, ну... Вообще, кстати, как ни странно, я сейчас могу выйти отсюда и посмотреть. Ну, видимо, он уплыл, потому что, ну что, спрятался. Я же не самоубийца. Да, он ей глаза выколол. А Полине повезло меньше всех, потому что если остальных просто как бы тыкали, а потом потрошили, то ей еще, по-моему, при жизни глаза выкололи. Так, освещение у нас будет, когда у нас будет на четверочке, а ведро у нас на три литра. Ой, я помню эту загадку. Она несложная, но при этом здесь тоже существует хитрость определенная. О, как хорошо, что хоть побыстрее за счет этой лаганутой анимации. Так. Сколько у нас вылилось? Подождем. Сейчас, сейчас я... По-моему, если я нажимаю, оно как бы доверху доливается. Нет? А, уже ведро типа полное. Сейчас давай. Не, полностью выливается хорошо. Я помню, здесь хитрожопость какая-то присутствует, но... И да, я вспомнила. Вот она. Вот она, хитрожопость. Просто да, ты первый раз сливаешь больше, чем последний, потому что... Потому что да. на одно деление меньше. Заполняешь второй раз ведро, и, соответственно, у тебя остается чуть-чуть места для того, чтобы слить еще чуть-чуть. Когда ты заполняешь это ведро еще раз. Хорошо, воду мы слили. Здесь что-нибудь нет? Слава богу. Мы уже все решили, нам нужно в коллекторы. Так, как бы, туда теперь пройти-то. Давай газ. Ох, что, ускоренная анимация? Ну ладно. Ну, вперед, восьмом. Ну и да, неожиданный момент игры. Я, в принципе, помню, куда нам идти, но также я помню, что нам нужно два места посетить. Потому что, если мы придем куда надо раньше времени, мы там ничего не сможем сделать. сперва нам нужно сюда. Нет, не сюда. Вот сюда нам нужно в последнюю очередь. Да, видите, нам не хватает одного кольца. Вот. Мне подсветили нужное. Нужно было сперва в дальнее место идти. Что-то я думала, мне сперва покажут, подсветят там, где я возьму колечко, а потом я приду куда надо. Но, нет. Перепутала их местами. Неважно. За счет этой лаганутой анимации мы хотя быстрее бегаем. Мы сейчас быстро дойдем, докуда надо. Слушай, я могу на стрелочках? Нет, на стрелочках я перемещаться не могу. Жалко. Господи, газ, куда тебе жизнь только не закидывала? Видите, как страшно там было бы, да? Он что там с зажигалкой может быть бегает по этим коллекторам. Представляешь, как там легко заблудиться? Света-то нет, ничего нет вообще. Жуть. Еще поди, запомни. Это мы тут все сверху смотрим, видим. Вот у него там все намного-намного хуже. Видите, насколько бы атмосферно на самом деле было бы там так ходить от третьего лица, с другой стороны это было бы сложно. Все же одинаковое. Как ориентироваться? Пришел на запах. Ну, это, возможно, ОНЕСКО или ОНЕШКО. Точнее, то, что от нее осталось. Видите, он каждую шлюхи дарит по кольцу. Опять же, помните момент, да, в клубе, в настоящем? Боль, которая там насоединит, бла-бла-бла, и в итоге черная свадьба. Там как раз была женщина и убийца. В цилиндре, в маске. Так что, фактически, он как бы делает их своими невестами, если можно так сказать. Дарует им черную свадьбу Марк Аккерман. Довольно любопытно, что маска-то и плащ, они были в прошлом, и только потом этот образ перекочевал в будущее и стал основой ну, не то, что основой, скажем так, деталью этого клуба красных фонарей. Может быть, и Марк Аккерман основал этот бордель. Кто знает? Ну, мы узнаем, как оно было совсем скоро. Так, сейчас нужно будет немножечко попариться с этими колечками. Так, сперва нужно воткнуть нужные в нужные места, а начинать лучше с чего-то более-менее очевидного. Так, где тут? Давай с двушечек начнем. Возможно, так, я не помню, честно скажу. Но, возможно, как-то так. Или, кстати, вот это вот сюда, а вот это вот сюда. Ну-ка. А, нет, здесь две штучки я не заметила. Нет? Так? Нет, не то. Вот тут сюда тогда, да? Что-то я не вижу в упор. Нет. дверь тоже не подходит. Вот, теперь подошло. Так, четверочка, четверочка, четверочка. Возможно, сюда. Это не точно. Или, кстати, сюда. Ты у меня пойдешь туда? Нет, не пойдешь. Ну-ка, назад. Ты пойдешь сюда. Пока что, по крайней мере. ты давай тогда. Вот сюда. Не, немножко не сходится. Назад. Вот так. Тоже не сходится, кстати. Чуть-чуть. Так, куда тогда тебя воткнуть? подожди-ка. Давай, вот ты назад. Вот так. А, Подожди, почему? Где-то должно быть. А, вот сюда, кстати, тебе, наверное. Ну да, наверное. Так, ты. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Кстати, давай вот так. Нет? Не, ну это очевидно не то. Так, что-то я не вижу. У меня раньше проблем как-то не было с установкой этих штук. А сейчас что-то появились. Что так? Ну и теперь самое мерзкое. Так, ладно, сейчас. Не, ну это бессмысленно. видите, в чем проблема тут? Это как бы несложно, но неудобно. Вот так вот примерно это должно делаться. Единственное, что придется подзапариться немного. Уже поочередно как-то это делать с хитростью. Как? Вот это я не припоминаю. Так, подожди-ка, давай назад. Как я со вторым сделала, господи. Я как-то больше, знаете, такие моменты интуитивно прохожу. Скажем откровенно. Нет, подожди. Надо надо то же самое, только в другую сторону. Блин, что-то я не улавливаю мозг. Давай, давай, помоги мне мозг. Нет, подожди. Что-то я... Э, простите. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. Как я это делала? Только что хорошо так шло. подожди-подожди-подожди. Ай. Так, подожди. Боже, вот, когда у тебя получается, ну, ты как-то, знаете, не запоминаешь, что все дело. Ты просто, ну, как-то делаешь, оно делается. Вот это да. Не, ну, это то же самое. Давай, ниже по уровню. Так, не то. Тоже не то. Тихо. Ой, 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 я что-то перепутала их местами, случайно не заметила, блин. Это через епу. Да я как так? Получалось-то у меня. О, поперло. Ой, не туда. Ладно, да. Найс. What the hell? What the hell? What the hell? Wake up. Wake up, Alice. Look, I'm glad you followed the breadcrumbs, Mr. McPherson. I wanted you to witness my latest masterpiece. Wake up, dear. I wouldn't want you to miss the bread. Watнир. What the hell? ubine. Менебрид. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, каждый раз больно смотреть на это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аккерман was able to find escape Through his pupil Represented by the light Reflecting through the window Onto the subject He is using this man To escape from his own prison The title is Mindless This man is literally mindless Note the stitches on his forehead Where he was presumably lobotomized This represents Mark's worst nightmare Being trapped in a prison Of both body and mind Although standing in a corner surrounded by darkness, an open window sheds light onto the scene. In a cruel irony, however, the subject is unaware of this window to freedom and remains a prisoner. Ah, Beatrice. The woman depicted here, a nurse, seems to represent Mark's ideal woman, and perhaps she was. Attentive, loving, and seductive, she is surrounded by angelic hues of white. Her skin tone is rich and alive, in contrast to his earlier works. This one is called Dr. Hyde, and is the first in his L.A. series. We know that Ackerman was committed to a mental hospital in the thirties. The man in this painting represents Mark's psychiatrist. It is a caricature of a dishonest man, whose gaze is masked behind thick glasses. The painting has an air of condescension. Look at his smile. He looks like the village idiot. It is obvious that Mark had no respect or admiration for this man. This painting is called Moonshine Traffic, his second painting in Chicago. One senses that Mark is comfortable here. The sun is rising, pushing out the darkness. Notice the warm oranges, yellows, and reds. Perhaps Mark is finally at peace, and feels at home in Chicago. This one here is called Disturbed Sanctuary, and is the first in his Chicago series. One of the unusual aspects of this painting is the perspective from which it is created. One feels as though Ackerman is an unwanted guest in the room, almost hiding behind the curtain. The woman shown in this painting appears blissfully unaware of him, or the darkness that surrounds her sanctuary of light. One of the unusual aspects of this painting is the first time. Вот так вот. Ну что, ребятушки. В общем-то, мы и посмотрели на все эти картины, как я уже говорила. Почитаем, я думаю, все это в следующей серии. Просто у меня сейчас немножечко шумно будет, поэтому не хочу, чтобы вы страдали в процессе просмотра прохождения. Вам говорю большое спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, пишите, как вам. Меня в первый раз, когда я играла, очень-очень поразила сцена, в общем-то, с убийством Иды, и мне было прям очень-очень больно. Обожаю эту игру, черт возьми. В общем, пишите, и до встречи в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok